Астамур, здравствуйте! Я поздравляю вас с Днём Освобождения Сухума. И хотелось бы сегодня поговорить на эту тему, и прежде всего услышать ваше мнение, какое значение для нашей новейшей истории имела дата 27 сентября, ну и, конечно, 30 сентября, День Победы и Независимости. Добрый день, Арифа! С праздником вас! На самом деле, сегодня начинаются наши, скажем так, праздничные дни. И, да, 27 сентября – это День Освобождения Города, день начала нашей Большой Победы, которая завершится 30 сентября. Мы будем праздновать со всем нашим народом, с нашими гостями, с нашими добровольцами. Кстати, нужно отметить, что город освобождали и освобождали здание Совета Министров. Входила одна из первых групп, была группа наших братьев-добровольцев Скабардино-Балкарии, возглавляемая Муаэтом Шором. За что мы всегда будем благодарны нашим добровольцам, к сожалению, которых с каждым днем все меньше и меньше становится. Но мы должны, вот наше поколение, я считаю, именно наше поколение, должно уже переключиться на молодежь, на детей этих добровольцев. И таким же образом, как мы встречали самих победителей, в будущем чествовать, встречать наших детей на абхазской земле. Что касается значения этих двух дат, значения вообще победы для нашей новейшей государственности, вот в чем основные плюсы, это понятно, но какие вызовы нам это принесло, и в чем в этом роль парламента, как вам кажется? Ну, я должен отметить, что любая война, это не есть хорошо, это человеческие жертвы и абхазский народ, заплатив очень большую цену за свою свободу и независимость. Однако, наверное, не оставалось никакой другой возможности, как отстоять свое право на жизнь, если бы мы не включились в эту войну. Мы были, сначала нас ассимилировали, вы знаете, исторически, а затем нас решили вообще задушить, придушить, и вот войной напали на, скажем так, курортное время, на Абхазию, в которой было очень много гостей, отдыхающих, туристов, которые тоже так же пострадали. Но я думаю, что мы, в итоге, заплатив очень большую цену в виде тысячи жизни наших молодых ребят, девочек, отстояли наши родители и взрослое поколение права абхазского народа на то, чтобы этот народ жил. Это первое. И второе, мы воссоздали абхазское государство. Да, безусловно, были сложные времена. Надо отдать должное первому президенту Республики Абхазия Владиславу Григорьевичу. Его имя будет всегда связано, я думаю, веками, будет связано с победой народа Абхазии в Отечественной войне. Конечно, было сложно. Конечно, сегодня, вот вы сказали, какая роль парламента. Самая главная роль, как мне кажется, это роль защитников Отечества, которые с оружием в руках отстаивали победу, отстаивали право на жизнь. Но в то же время мы знаем, какую работу проводил и парламент, какие законодательные акты, в какие сроки, как это быстро все нужно было делать. И, безусловно, нужно отметить роль и парламента в том числе, который тогда очень плотно работал с президентом. Это был как живой организм, единый организм. И все друг друга дополняли. Чего сегодня, к сожалению, на протяжении многих лет сказать сложно. Ну, сложно, потому как мы стали, ну, общество развивается, у нас появилось много движений, много политиков, оппозиционного толка, другого толка и так далее. Сегодня сказать, что парламент и исполнительная власть работают так же, как работала во время войны, сложно. Ну, наверное, на то есть, скажем так, причины. Тогда была другая ситуация, и в унисон работали все для того, чтобы состоялась эта победа, для того, чтобы абхазское государство воссоздалось. Спасибо. Ну, а если вы скорее сказали о прошлом, а мой вопрос еще и направлен в будущее, в настоящее тоже. И вот так как вы возглавляете комитет по межпарламентским и международным связям в парламенте, в народном собрании, расскажите, пожалуйста, вот какие есть такие, может быть, задумки, планы или уже что-то притворено в жизнь, что тоже способствовало бы формированию вот государственного имиджа, каким-то хорошим добрососедским отношениям, сотрудничеству, может быть, несколько вот таких вот пунктов? Да, конечно. Тут нужно отметить и проблемы, которые у нас есть сегодня. Да, это вот частичная признанность наша, да, непризнанными всем миром. И, безусловно, мы не можем участвовать на всех площадках, да, касаемо парламентских и так далее. Но мы пользуемся, во-первых, значит, теми возможностями, которые у нас есть в Российской Федерации. Буквально недавно мы вернулись с выборов, где были в составе международной делегации по наблюдению за выборами в Государственную Думу. На этих площадках мы стараемся найти себе новые контакты, потому как представители разных стран, разных парламентов бывают на этих выборах, и мы на одном уровне с ними наблюдаем за этим процессом в России. Конечно, мы развиваем контакты и с другими странами, которым, может быть, сейчас сложно однозначно идти на прямые, да, на контакты и отношения до установления дипломатических связей. Они нас не признают пока, но в частных беседах и другие какие-то возможности находятся. Например, скажем так, мы нашли возможность для сотрудничества с нашими коллегами из других стран посредством организаций, которые мы создаем при парламенте. Они общественные, но такие же структуры есть и у других парламентов. И надеюсь, что в ближайшее время, вот вы услышите, что Абхазская организация Лига друзей Абхазии, которую мы придумали в стенах парламента, будет подписывать соглашение с, скажем так, организацией, которая при парламенте соседней страны. Надеемся на то, что мы все-таки добьемся того, чтобы в этих странах абхазскую точку зрения знали. Мы будем добиваться того, чтобы абхазская делегация, пусть это на данный момент парламентская, будет иметь возможность выступить, скажем, примерно, да, перед турецким парламентом, да, с Богом перед другими парламентами мира. Мы добиваемся на всех встречах и в рамках женевских дискуссий, когда разговариваем, мы говорим о том, что нельзя допустить того, чтобы однобоко, односторонне подавалась информация. По какой причине, например, мне неизвестно, на той же Генеральной Ассамблее ООН грузинская делегация говорит, ну, свое видение, свою версию, кстати, абсолютно оторванную от реальности, да, скажем правду. Но абхазская делегация не имеет возможности выступить и быть услышанной всем миром. Мы же не говорим, что от этого выступления изменится завтрашнее отношение. Но хотя бы даже, скажем так, осужденному дают последнее слово. В нашем же случае нам ничего не дают, и это не есть правда, и это не есть демократия. Хотя есть примеры. Я, например, должен сказать о том, что также не всем миром, частично признанным, да, государственным является Палестина. Однако у Палестины есть свое представительство в организации объединенных наций, и они могут себе позволить, и им позволено, скажем так, выступать на такой серьезной площадке и озвучивать свое видение решения их конфликта. К сожалению, пока мы этим похвастаться не можем. Но еще раз повторюсь, мы не останавливаемся. Мы работаем, участвуем на разных форумах, будь то экономического толка, будь то политического толка. Мы везде ищем контакты для того, чтобы об Абхазии узнали, для того, чтобы установить отношения, которые позволят нам, скажем так, донести правду до широкой общественности. Очень большую роль в этом играет, конечно, Грузия. То, как она представляет миру информацию об этой войне, очень сменилась парадигма после 2008 года, парадигма конфликта вообще, когда они стали отрицать, что был какой-то конфликт с Абхазами, была Абхазо-Грузинская война, а это якобы конфликт с русскими и с Россией. Как вам кажется, к чему ведет и вообще в каком положении, да и они тоже сейчас из-за вот такого вот глобального самообмана? Вы знаете, к большому сожалению, конечно, в краткосрочной перспективе этого представить нельзя, но я надеюсь, все равно надежда, как говорится, умирает последней. Я живу с надеждой на то, что в Грузии поменяется, значит, не то что отношение, а, наверное, поколение придет другой власти. Я считаю истинных патриотов Грузии, которые все-таки признают свершившиеся факты, и вот не 27 сентября будут там кого-то чествовать, а когда признают абхазскую государственность, мы все-таки соседи, нам друг от друга никуда не уйти, мы не можем поменять местами Грузию с Италией, например, или Францией, мы будем жить бок о бок веками. Я думаю, что придет то время, когда, извинившись, они будут преклонять свои головы перед памятью погибших за свободу и независимость Абхазии, когда эта реальность наступит, когда абхазское государство все-таки признается со стороны Грузии. Что касается вот той парадигмы, которая меняется в отношении войны, что не мы, оказывается, воевали, мы стали жертвами разборок между Грузией и Российской Федерацией. Вы знаете, к сожалению, мне кажется, нам надо чаще об этом говорить и в самой Абхазии тоже, потому что у нас растут другие, следующие поколения. Мы сегодня стали немножко забывать о том, что было позавчера, и грузинам очень четко нужно напоминать, что до какого-то этапа, до определенного этапа, та же Российская Федерация, которая сегодня заключает с Абхазией много-много разного рода договоров и, самое главное, признала независимость Абхазии, поддерживала санкции и блокаду, которую, кстати, навязали всему СНГ как раз грузинам. Это происходило до 2000 года, до того момента, как в России стал президентом нынешний руководитель, большой патриот России, наш друг Владимир Владимирович Путин. До этого Абхазия находилась под санкциями СНГ, в том числе российскими, из-за прихоти грузинской. Не надо этого забывать. Мы, конечно, никогда не забудем о добровольческом движении, которое было с российской стороны, но в то же время, что касается политики по отношению к Абхазии и всякого рода сговоров и договоренностей с Грузией, тоже нельзя забывать. И надо грузинам об этом четко говорить. Есть, конечно, и другой момент. Это 2008 год. Это вот ситуация Южной Осетии, война, которую прошел юго-стинский народ второй раз. Но и после 2008 года, к сожалению, еще раз повторюсь, к большому сожалению, Абхазия перестала быть стороной конфликта на переговорах. Понимаете? Хотя к этой войне, скажем так, к 2008 году, их подписанным соглашением и вообще ко всему, что происходило вокруг, мы имеем посредственное отношение. Но и о каких беженцах можно говорить с 2008 года, которые грузины упоминают. И в этой теме они упоминают Абхазию. Если и говорить о конфликте с Абхазией, это 1992 и 1993 год. И мы на каждой встрече в Женеве, на любой площадке, где мы находимся, мы всегда говорим, не надо, пожалуйста, начинать с 2008 года. У нас конфликт 92-го, 3-го года. Понимаете? И надо напоминать, что, кстати говоря, вот, скажем так, давление это было или не давление, но Абхазия в одностороннем порядке. Во всем мире нет таких прецедентов, пока итоги войны не подведены. И, значит, не все согласны с итоги войны, чтобы одна сторона, победившая, возвращала беженцев. Мы же на этот шаг пошли в 94-м году, и надо об этом говорить, что Абхазия сделала это. А о каких беженцах 2008 года Грузия хочет говорить на всех площадках, где не допускают Абхазию, куда не допускают, точнее, мне не ясно. По этой причине, еще раз повторюсь, вот эти, значит, вопросы касаемо грузино-абхазского конфликта, мы еще четче должны о них говорить. И вот эта пропаганда, которая ведется, что якобы существует российско-грузинский конфликт, это неправда. Может быть, в российско-грузинских отношениях, да, не все очень хорошо, это всем понятно, но война была между Грузией и Абхазией, и абхазским народом многонациональным, который защищал свое право на жизнь. Вот и все. Понятно. Астамор, и напоследок, еще очень коротко хотелось бы сказать о том, что 27 сентября, ровно год назад, началась Вторая Карабахская война, и по ее окончанию, в принципе, создалась, можно сказать, новая ситуация, новая геополитика на Южном Кавказе, очень многое поменялось. Вот на наш взгляд, какие мы должны извлечь уроки, какие итоги, и как это влияет на нас, и вот об этом немного. Это влияет на нас, конечно, одним образом, что мы живем в одном, скажем так, регионе. Это первое. Второе. Очень долгая и сложная тема, но я постараюсь коротко ответить, думаю, не будем углубляться. Я бы не хотел, чтобы наш случай с случаем между Арменией и Азербайджаном и Нагорным Карабахом сравнивали. Это абсолютно разные случаи. И нужно отметить, что Абхазия, вот если говорить о том, что Нагорный Карабах, имеет ли он право на самоопределение, там проводились референдумы, объявлялась независимость, к сожалению, Нагорный Карабах не был признан даже Арменией, скажем прямо, да, и для них, для Нагорного Карабаха, для жителей. И второй момент. Все-таки там есть ситуация с семью или восьмью районами, о которых говорили, что эти районы принадлежали всегда исходно Азербайджану. Ну, нужно отметить, что руководство Армении, к сожалению, для себя и для жителей Нагорного Карабаха в переговорном процессе, ну, как-то непонятно, да, эти переговоры длились много-много лет, но даже те районы, которые признавались азербайджанскими, они не шли на то, чтобы, да, в переговорах договориться о разделении, возврате этих регионов в обмен, допустим, да, на самоопределение, скажем так, Нагорного Карабаха. И потому мы ничьи районы не захватывали, если сравнивать, да, все, что у нас есть до каждого сантиметра с земли, это все наше. Более того, если, значит, в историю заглянуть, может, границы были шире, но сегодня, возьмем последние, там, сотню лет, да, вот граница республики Абхазия, каждый сантиметр этой земли принадлежит народу Абхазии, и чужого мы не хотим, но и своем никому не собираемся уступать. По этой причине я бы, вот, вот вижу разницу, да, между конфликтами. А так, безусловно, сегодня, вот знаете, слушая новости о том, что в руководстве Армении, например, пошли сигналы через ту же Грузию, да, через Пенера о том, что они готовы к переговорам с Турецкой республикой, Азербайджан и Армения сегодня коридор готовят, в котором Россия участвует, да, о транспортно-логистические коридоры. Вы знаете, что мы об этом в прошлом году говорили и с нашими коллегами в Российской Госдуме, и предлагаем на весь мир, говорим о том, что Абхазия хочет быть равноправным участником всех мирных, значит, правильных процессов в нашем регионе. Мы против войны, и было наше заявление парламентское во время войны в Нагорном Карабахе, что мы против обострения ситуации, против человеческих жертв. Война не может быть никогда каким-то хорошим, добрым делом. Во время войны гибнут не только солдаты на поле боя, но и мирные жители, и женщины, и старики, и дети. Это ни к чему хорошему никогда не может привести. Мы это абсолютно точно понимаем. И потому за все мирные инициативы Абхазия будет цепляться, будет хотеть в них участвовать. И то, что сейчас обсуждается с прошлого года, кто-то ее называет платформой 6, кто-то 3 плюс 3, какие-то страны хотят участвовать, какие-то нет. К большому сожалению, пока Абхазию в этой платформе не видят. Но мы говорим везде, на всех уровнях, что с большим удовольствием на равноправных условиях, отношениях, Абхазия будет готова к сотрудничеству со всеми странами в нашем регионе. И самое главное, что, знаете, вот это, кстати, показала ситуацию в Нагорном Карабахе. Хорошо, плохо, не берусь судить. Для какой-то стороны, конечно, плохо. Но в этот раз в конфликт в нашем регионе не вмешались нерегиональные державы и страны. Все было в рамках представителей региона, той же Российской Федерации в первую очередь, безусловно, Турции. И надеюсь, что в этом ключе и продолжится вообще, скажем так, развязывание всех этих сложных узлов, которые, кстати, завязывали, помогали завязывать представители стран, которые не живут и не участвуют, не живут в нашем регионе. И в этой связи есть большие, конечно, надежды на то, что в нашем регионе есть три очень большие, великие державы. Это Российская Федерация, это, значит, Исламская Республика Иран, это Турецкая Республика. Мы очень надеемся на то, что вот эти страны между собой взаимодействуют, хорошо взаимодействуя, находя какие-то общие точки соприкосновения или точки развития каких-то отношений, в регион вернется стабильность, мир. И в конце концов в грузино-абхазском конфликте 29 лет уже прошло. Я думаю, что пора, да, значит, вещи назвать своими именами, признать свершившиеся факты, реальность и развивать добрососедские отношения равноправно. Огромное вам спасибо и еще раз с праздником.